Здравствуйте, эфир телеканала СКАД продолжает Самарский телевизионный вестник в студии Юлия Фролова. Более 20 тысяч пенсионеров региона сохранят право на единовременные денежные выплаты, одобрен соответствующий законопроект. Поправки касаются материальной поддержки отдельных категорий граждан, ветеранов труда Российской Федерации и Самарской области, тружеников тыла, репрессированных лиц. С начала года эти люди, имеющие статус неработающих, получат единовременную денежную выплату при условии, что размер их пенсии не превышает 21 647 рублей. В январе 2020 года пенсия неработающих граждан будет проиндексирована на 6,6%, в связи с чем 20 530 неработающих льготников утратят право на получение ЕДВ, так как их пенсия превысит критерий нуждаемости. Чтобы сохранить меры поддержки, в правительстве предлагают увеличить критерий нуждаемости до 23 075 рублей. Дом с застарелыми коммунальными проблемами. Так можно сказать про адрес Старозагоры 87. В подъезде обшарпанные стены, ограждения перед окнами отваливаются. Часть работ по ремонту кровли приходится жильцам проводить за свой счет. На обращение в управляющую компанию нужной жителям дома реакции нет. Об очередной коммунальной беде самарцев нашей постоянной рубрики «Дежурный по городу». Житель дома номер 87 по улице Старозагора Юрий Скирда рассказывает о коммунальных болезнях их подъезда. На полу мусор, стены обшарпанные и грязные исключения. Пятый этаж, где ремонт сделали сами. В подъезде вообще ничего не делали. Я сам свою площадку покрасил, девчонки разукрасили. Они так и не делают. А подъезд, ну вы сами видите, бардак. Стены все царапаны, исписаны, перила черные уже от рук. Да никто ничего тут не делал. Уже дома скоро 40 лет, ничего, ремонта никакого. А вот с решетками? А вот решеткой болтаются, видите. Тут и дети могут туда провалиться. А потом будет скандал. Когда провалится ребенок в чиневую, потом придут делать. Часть перил жители сделали тоже сами. Очевидно, и ограждение на окно придется делать самим, чтобы беды не случилось. На жалобы их управляющая компания не реагирует должным образом. А уж когда дело совсем до плохого доходит, приходится вкладываться в ремонт самому. Рассказывает Юрий Скирда. Ну, с кровью я сколько к ним обращался, течет крыша. У меня ни ведра не хватало, ничего. Чего-нибудь я сам за свои деньги сначала купил железо. И они, когда я покрыл, они звонят мне, дай справку, что крыша отремонтирована. Я говорю, не, я за свои деньги купил, слесарей вызывал, они мне все сделали. А вам я справку дам. Они бросили телефон. Еще одна беда допекающей жителей пятого этажа этого подъезда – то, что, по их словам, напор холодной воды слабый. Вечером мыться сложно, очень горячо. Вечером, когда все придут с работы, невозможно душевую. Горячая перебивает холодную. Обращался в пожертвопромышленного района по поводу напора холодной воды. Приходил слесарь с главным инженером. Он открутил, где фильтры, в ведро. Я говорю, и что, это напор? Напор должен прямо в ведро бить. А это как льется. Она ему говорит, все, закручивай, пошли. Есть в него напор. Жители все же надеются, что коммунальщики будут более чутко прислушиваться к их обращениям. Ведь деньги по счетам оплачиваются исправно. Самый массовый парад с участием школьников в стране. На площади имени Куйбышева прошел марш Калашникова. Он приурочен к столетию со дня рождения оружейника. В нем приняли участие более двух тысяч ребят со всех городов и районов области. Все подробности в репортаже нашего корреспондента Максима Острикова. Под звуки военного оркестра на самую большую площадь Европы выходят отряды юнормейцев. Всего 43 расчета, по 50 человек каждый. Это было нелегко – отработать слаженность и четкий строевой шаг. Готовились заранее. А похолодание и снег хоть и добавило трудностей, но боевого настроя не уменьшило. Погода нам не мешает, все хорошо, отлично. Общаемся, пытаемся как-то друг друга распоселить. Пойдем с веселым настроем, с хорошим. Ну, мы тренировались два раза в неделю. Получается, с четырех до шести. Марш Калашникова приурочен к столетию. Со дня рождения советского и российского оружейника. Кроме того, 70 лет назад автомат, названный его именем, был принят на вооружение. Автомат Калашникова был разработан на основе опыта Великой Отечественной войны. И должен был быть простым, надежным и недорогим. Автомат со своей задачей справился. И он был использован во многих войнах. И сейчас стоит в основе вооружения многих стран мира. За 70 лет было выпущено, по некоторым оценкам, около 100 миллионов автоматов различных модификаций. Они состояли на вооружении в 50 странах мира, кое-где являясь элементами государственных гербов. Порой АК называют символом борьбы за независимость и свободу в странах третьего мира. Модификации АК состоят на вооружении современной армии России и силовых структур. Об этом еще раз напомнили участникам марша Калашникова. Юнормейцы в будущем – защитники Родины. Такое масштабное мероприятие в нашем регионе, да и в России в целом, проводится впервые. В Самарской области на сегодняшний день 28 911 человек юнормейцев. Это первое место в Российской Федерации по количеству юнормейцев. Я надеюсь, что сегодня это количество перерастет в качество. И вот еще хотелось бы добавить, что подобный формат, где более 2000 юнормейцев в России проходит впервые. Мероприятие проходит в рамках проведения парада памяти, в рамках специальных мероприятий, приурочных к параду памяти. Конечно, мы в том числе его рассматриваем как этап подготовки к параду, потому что лучшие расчеты, а сегодня представленные парадные расчеты со всей Самарской области, они будут представлены на прохождении 7 ноября. А у нас пойдут парадные расчеты с других регионов. Поэтому для нас в том числе важно, чтобы наши ребята прошли не хуже, а лучше. Прохождение парадных расчетов оценивало компетентные жюри, состоявшие из действующих военнослужащих 2-й гвардейской армии, а также ветеранов. Не у всех получается отлично, но для подготовки еще есть время. А сейчас можно сказать, что такое сложное мероприятие, связанное с участием тысяч ребят, прошло успешно. Особенно для первого раза. Служит Россию удивительней стране, где зонти новое встает, на небесине. Максим Остриков, Дмитрий Укин, СТВ. Почти 90 тысяч тонн зерна из Самарской области отправлено на экспорт за границу. Наибольшее количество вывезено в Иран, Латвию, Турцию. Управление Ростельхознадзора отчиталось о контроле за зерном, вывезенным за пределы региона. Проконтролировали более 726 тысяч тонн зерна, которое отправилось за границы Самарской области, в том числе в другие страны. Вся продукция сопровождалась необходимыми документами и соответствовала требованиям импортеров. С места ДТП скрылся, но был пойман. Напомню, 24 октября в Новокуйбышевске водитель Рено Логан сбил трех пешеходов, которые переходили дорогу на зеленый сигнал светофора. Они получили травмы. Один из пострадавших – ребенок 2012 года рождения. После совершения ДТП водитель, не оказав помощи пострадавшим, скрылся с места происшествия. Сотрудники полиции приняли меры к розыску нарушителя. Были получены видеозаписи с камер наблюдения. Виновника нашли. Он подвергнут административному наказанию и лишен прав на управление автомобилем. Октябрь – всемирный месяц борьбы против рака груди. Ежегодно самарские медики проводят акции, направленные на повышение онконастороженности людей, при этом стараясь мотивировать население на здоровый образ жизни. Подробнее в следующем материале. Недуг, с которым нужно бороться. Профилактика рака молочной железы достаточно проста. Систематическое наблюдение у специалистов два раза в год и самонаблюдение ежемесячно. Стоит напомнить, что неправильное питание, малоподвижный образ жизни ведет к гормональным нарушениям и способствует развитию онкологических заболеваний. В Самаре уже на протяжении последних, наверное, даже 10 лет держится устойчивая высокая тенденция выявления рака молочной железы на первой стадии. То есть это цифры выше даже российских. Это порядка 72-75%. Для того, чтобы увеличить продолжительность жизни, мы должны в первую очередь выявлять в большей степени на ранних стадиях и, соответственно, возможность использования современной всей терапии. Эти акции в первую очередь для подрастающего поколения, чтобы прививать культуру здорового образа жизни, ценности здоровья и ответственности за свое физическое состояние. У нас в Самарской области 82% больных раком молочной железы – это женщины старше 50 лет. Поэтому женщины, которые достигли этого возраста, должны, конечно, следить своим здоровьем, проходить профосмотры. Но это совершенно не значит, что эта болезнь не может поражать женщинам молодого возраста. К сожалению, по итогам 2018 года у нас 6 или 7 женщин, я на единичку могу ошибиться, болезнь была выявлена в возрасте моложе 30 лет. Поэтому, независимо от возраста, все женщины должны проходить периодические профилактические осмотры, следить за своим здоровьем. Не стоит бояться говорить о своем диагнозе при его обнаружении. К тому же, после реабилитационного периода женщины также могут жить полноценной жизнью. Юлия Фролова, Олег Галочкин, СТВ. В поселке Береза представители компании «Самара Водоканал» провели проверку готовности оборудования пожаротушения, в частности, пожарных гидрантов. Их на территории поселка более 30. Итоги проделанной работы в нашем материале. Проверка пожарных гидрантов в первую очередь проходит у главных социальных объектов – детского сада, школы и дома культуры. Бригада работает группой по 5-6 человек. Четко и слаженно. У каждого своя задача. Весной проверяем, потому что пожары, а зимой праздники начинаются. И чтобы все работало. И вот проверяем, чтобы вода была и слив с пожарного гидранта, чтобы вода не состоялась там, чтобы не размораживала. И пожарные машины, чтобы заправлялись. И на всякий случай все. Пожарный гидрант находится под чугунным люком. Для проверки используют специальную пожарную колонку. Ее навинчивают сверху и открывают клапан. Если вода пошла, значит все работает исправно. Учреждения культуры должны быть максимально готовы к тому, чтобы принять огромное количество посетителей на нашем мероприятии. Для этого мы проводим и проверку автоматической пожарной сигнализации, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Проводим перемотку рукавов пожарных гидрантов. Проводим испытания кранов. Одним словом, мы стараемся максимально сделать безопасное времяпрепровождение на базе наших учреждений культуры. Всего на территории обслуживания Самара водоканала в поселке Береза и аэропорта Курумыч находится 31 пожарный гидрант. Проверку проводят вместе с пожарной службой в течение двух-трех дней. Александр Семенов, Екатерина Алексеева, Дмитрий Лукин, СТВ. В спорте экстремизма нет. Акция по таким названиям прошла в областной столице. С самарскими студентами встретились ветераны боевых действий, футболисты Крыльев Советов-2, а также правоохранители. Молодым людям рассказали о противодействии проявлениям экстремизма именно в спорте. Ненависти и вражды там быть не должно. Исключительно состязания. Такие мероприятия будут носить не разовый характер, а они будут проводиться достаточно часто. Потому что мы считаем, что как раз молодежи очень важно доносить эти вещи о том, как нужно себя вести. И чтобы молодежь не была подвергнута этому влиянию футбольных хулиганов. Я акцентирую внимание на футболе как раз, потому что тема спортивного экстремизма, она очень ярко проявляется именно в футболе. Труд для людей без ущерба природе. На канализационной станции биологической очистки поселка Береза все заточено под самые современные стандарты качества. За этим следят сотрудники лаборатории. Обо всем по порядку в репортаже корреспондентов Самарского телевестника. Производственный процесс не в ущерб природе. Таковы принципы предприятий Самара Водоканала. На канализационной станции биологической очистки поселка Береза контроль качества воды на каждом этапе. Причем начиная с первого, заканчивая последним. Берется анализ на разные бактерии. Типа кишечные палочки, дизентерии. Кишечная палочка бывает, но у нас есть чистка ультрафиолетовая, которая все это обеззараживает. Анализы у нас практически, не то что практически, а всегда соответствуют ГОСТу. Очистка сточных канализационных вод здесь происходит в несколько сложных этапов. Сначала ее фильтруют от крупных и мелких частиц, а после обеззараживают с помощью полезных бактерий и ультрафиолета. Все для того, чтобы в экосистему вернулась безопасная и чистая вода. Наша природа пользования, окружающая среда требует качественной сточной воды, чтобы не было каких-либо загрязнений. И поэтому постоянно, регулярно берется пробы воды, отправляется в бак-лабораторию эту в городе. Производится анализ, бак-анализ, чтобы не было загрязнений почвы и окружающей среды. С экологией здесь все отлично. На территории, куда сливают очищенную воду, образовался пруд. Круглый год здесь живут утки, а рыбаки уходят с отличным уловом. Екатерина Алексеева, Дмитрий Лукин, СТВ. В Самаре заработала необычная выставка. Представлены уникальные материалы и редкие предметы из фондов собраний. Они отражают становление нашего города, начиная с 19 века и по настоящее время. На выставке показано богатство и разнообразие музейных коллекций. Посетители смогут увидеть одни из самых ранних предметов, поступивших на экспозицию, а также проследить хронологию превращения Самары в крупный центр промышленности, культуры и науки по Волжье. Выставка позволит посетителям через музейные предметы совершить путешествие в прошлое Самары, встретиться с выдающимися личностями города и стать свидетелями ключевых событий. В Самарском зоопарке состоялся осенний бал маскарад, а также подведение итогов конкурса костюмов, яркие наряды, викторины и творческие соревнования. Наша съемочная группа увидела все своими глазами. Если раньше девочки мечтали быть принцессами, то теперь единорогами. Специально для этого праздника ребята подготовили костюмы. Десятки самых разнообразных персонажей, чтобы как можно веселее проводить теплое время года. У меня костюм осла. Я сначала, когда увидела его, я плакала, потому что я думала, что все в театрале меня засмеют. А почему? Но ослик, он же дружелюбный, очень такой положительный персонаж. Ну я его сразу назвала ослом. Нам нравятся единороги. Единороги очень милые, такие вымышленные, самые классные персонажи. Различные викторины, загадки о животных и растениях, участие в подвижных конкурсах. Ребята соревнуются в чтении стихов. Для всех гостей подготовили большую развлекательную и познавательную программы. Это проводы лета, проводы природы. Она засыпает в этот период. И это связано еще с праздником урожая. Здесь можно и нарядиться, повеселиться. Здесь можно вспомнить и о том, как природа меняется осенью и готовится к зиме. Здесь детям можно рассказать о том, чем богата наша природа осенью. Рассказать о растениях, о животных. Это замечательный праздник, который мы уже проводим, если я не ошибаюсь, почти 10 лет. Мы вот стараемся возрождать эту традицию. Мы сами себе костюмы придумываем сказочных героев. Я вот Аленушка. Потому что сейчас почему-то все реже и реже нашим детям читают русские сказки. Они очень интересные и очень поучительные. Подведение итогов конкурса костюмов, пожалуй, действительно волнительный момент для ребят. Выбраны самые интересные – березовая роща осенью, золушка, пудель и серый волк. За них ребята получили призы. Завершил балмаскарад традиционный осенний вальс. В этот день все желающие также приняли участие в акции «Погладь меня» со сказочными героями – бабой Егой, Аленушкой, Болотницей и ручными животными Самарского зоопарка. Юлия Фролова, Олег Галочкин, СТВ. На этом все. Далее прогноз погоды, интересные новости и программы. Можно также посмотреть и прочитать на информационно-аналитическом сайте gslimansky.ru. Новости СТВ можно увидеть в соцсетях, на сайте и на канале СКА-24 ежедневно в 20.30. Телеканал СКА-24 теперь еще и на Яндекс.ТВ и на Пирс.ТВ. А мы с вами прощаемся. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok